Далёкий и такой близкий к каждому сердцу праздник, звучащий громко в раскатах салютов и сокровенно тихо в словах благодарности нашим дорогим ветеранам, запечатлённый улыбками на лицах, но со слезами на глазах. День гордости, день славы, день победы! С праздником вас, дорогие друзья! Празднование Дня Победы в Ленино-Снегирёвском музее разделено на две территории. Первая – это возле Вечного огня, там проходит официальная часть, митинг и театральная постановка. И вторая часть – вся остальная территория Ленино-Снегирёвского музея. Здесь люди могут посмотреть на экспонаты, на танки, сфотографироваться рядом с ними, либо приобрести какие-то сувениры и даже поиграть в тир. Дорогие друзья, хочу поздравить вас с праздником, пожелать вам всем счастья, здоровья, успехов и самое главное – победы! Давайте за нашу победу два коротких, один протяжный! Гиф-гиф! Ура! 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 Пожалуй, главное отличие празднования Дня Победы в 2021 году заключается в том, что сегодня, к сожалению, не пройдёт Бессмертный полк. Это шествие, которое уже стало традиционным. Люди с портретами на руках, где изображены их родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне, выходят на улицы. К сожалению, из-за пандемии коронавируса сегодня Бессмертный полк пришлось отменить. Однако в каком-то формате, в формате онлайн, он всё-таки произойдёт. И будет это в три часа дня. С праздником Великой Победы! Ура! 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 Это портрет моего прадеда Егоров Пётр Кириллович. Он рождённый был в городе Дедовске, бывший Гучково. Оттуда его забрали на войну. К сожалению, из-за большой утраты он погиб на Курганской дуге 17 марта 1943 года. Но мы его разыскали. Был нагорождён посмертно орденом Красной Звезды и орденом Славы. Великой Победы! Сегодня военный парад, который проходит впервые на Истринской земле в честь вас, в честь поколения, победившего нацизм, в честь героев Отечественной войны, в честь народа, победившего фашизм. Светлая память павшим героям! Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днём Великой Победы! Ура! День Победы в Истре отмечают сразу в двух точках. Первая – это площадь дружбы возле молодёжного центра «Мир». Там проходил праздничный военный парад и сейчас проходит выставка оружия и медицины. И вторая точка – это городской парк. Здесь возле Стеллы возлагали венки ветераны, глава городского округа, депутаты и чиновники, а также силовики. И буквально через несколько минут начнётся реконструкция боя, посвящённого Великой Отечественной войне. Великой Отечественной войны Это мой двоюродный дедушка, да, воевал в танковых войсках. Без вести погиб в 41-м. А это мой деда, мой дед. Погиб под Оржевом в 41-м году, в октябре месяце. Был сапёром. Он из деревни Брыково, ныне посёлок Глебовский. Старший матрос, торпедист. Медали у него за оборону Сталинграда. Служил на военно-морском флоте в Ленинграде ещё тогда. В 43-м году был комиссован, бежал в госпитале с ранением. Прошёл войну, служил на эсминце грозящий. Дожил до 2003 года, 16-го года, 1916-го. В 21 год был призван. У него были две жены. Мой прадедушка, прабабушка, труженик тыла. На Тушинском заводе тоже работал до последнего. Есть кем гордиться, кто защищал. А вот откуда он сам, Николай Иванович? Отсюда, из Истра, деревня Трусово. Там родился, там жил до конца. В своём доме постоянно. Всегда уже после войны занимался мёдом. Свои ульи, да. Очень птиц любил свиничек. Всё время подкармливал. Да, так что помню его ещё. Мне 11 лет было, когда умер. Делал какие-то наставления свои? Никогда не рассказывал про войну, никогда. Это я уже узнала о нём, ну, скажем так, где служил, кем служил, кем был, уже непосредственно из архивных документов. Мы с вами увидим трагичные страницы замечательного города Истра. Высматриваем какое-то движение. Там, справа от вас, вот эти кусты. И мы видим, что там что-то действительно происходит. Мы видим шевеление и появление куфлированных солдат вермахта. Смотрите, выводят мотоциклы, приведут чек-то, на львов. Они едут вперёд. И вы видите, что солдаты вермахта не начинают снижать снижать снижение. Менцы спешиваются и прикрывают своим мотоциклом. Открывают огонь по нашему переднему. Это страшное оружие. Вышкакивает немецкий пулянчик, который сейчас в Китай раздаёт гранаты. И сейчас нашим солдатам будет очень страшно. Это война на 90 процентов. Для меня есть слава. Уже есть слава. Уже есть слава. У меня два процента ваших. Три такие удачи. Приступаем. Кто-то рисит. И что-то она правила. Среди пушкой. Но пушкой разбита немецкая вермахта. Забыки поднимут свою атаку. Видите? По славу и спрашивают немецкий воздействие. Правда, ты удачу и спрашивают и спрашивают от того. А потом второе. Ура, поверь же. Но этот сегодняшний ядовой назор там где-то за рекой закапливают солдарные силы эсэнс и мероприятия. Во славу русского народа! Во славу Российской Федерации! Товарищ! Он Ferrão! Ты! … – Наверное, есть? Якори, ароман вы вы а D